Hello! How are you today? I'm fine. Let's open our exercise books and write the date. What date is it today? It is the 6th of April today. Давайте откроем свои тетрадочки и запишем дату сегодня. Сегодня the 6th of April. Итак, записываем. Записываем дату. А теперь смотрим и проверяем. Сегодня мы с вами продолжим тему одежды. Мы с вами выучили слова одежды. И также мы с вами разобрали разницу в употреблении времени Present Simple и Present Continuous. Let's open our students' book at page 88. Давайте откроем наши учебники на странице 88 и повторим одежду, которую мы с вами уже знаем, которую вы выучили к диктанту. Ну, на всякий случай повторим. Итак, блуз, повторяем. Блауз, блузка. Скерт, юбка. Кеп, кепка. Ти-шот, футболка. Шорт, шорты. Сокс, носки. Трейнерс, бросовки. Скаф, шарф. Главз, перчатки. Джекет, куртка. Траузер, штаны. Булс, сапоги. Шерт, рубашка. Тай, галстук. Коут, пальто. Умбрелла, зонт. Шуз, обувь. Или ботинки. Хэт. Шляпа. Рейнкоут, дождевик. Джампы. Джемпер или свитер. Дресс. Платье. Сют. Костюм. Бэг. Сумка. В упражнении 2 у нас есть прилагательные, которые помогают нам описывать одежду. Их тоже нужно знать. Long – длинный. Short – короткий. Heavy – тяжелый. Light – легкий. Tight – узкий. Lose – свободный. For example, например, I'm wearing a long dress today. Я ношу длинное платье сегодня, я одета в длинное платье. Так как сегодня, это прямо сейчас, поэтому используем время present continuous. Wear – носить. I'm wearing a long dress today. Ну, давайте еще напишем пример. He's wearing a black suit today. Он одет в черный костюм сегодня. Потому что сегодня, потому что это прямо сейчас. А если нам надо сказать, что мы носим регулярно, обычно или постоянно? Ну, может быть, я сегодня одета в длинном платье. А может быть, обычно я ношу что-то другое. Например, джинсы и кофту или футболку. Поэтому, когда мы говорим про действие, которое происходит обычно, регулярно, постоянно, то здесь у нас уже будет другое время. Какое? Время present simple. И мы уже скажем I wear a t-shirt and jeans every day. Потому что каждый день. Поэтому мы говорим I wear. Давайте с вами вспомним разницу между временем present simple и present continuous. Надеюсь, вы все ее помните. Но все-таки повторим. Итак, вот наш дружок present simple первый. И кто у нас в этом королевстве главный? Кто в present simple у нас главный? Кто здесь вспомогательные глаголы? Ну, конечно же, do и does. Все их помнят. Когда мы используем do, а когда does? Мы используем does с he, she, it или с третьим лицом, единственным числом. С остальными у нас дружат do. Все это помнят. Молодцы! Вспоминаем схемку утвердительного предложения. Утвердительное subject и глагол. Subject – это подлежащее. Web – это глагол. Итак, на первом месте подлежащее плюс глагол, либо глагол с хвостиком с. А что это у него хвост-то вырос? Вспоминаем, когда у глагола хвост вырастает. Когда у нас he, she, it. То есть, когда подлежащее – это he, she, it или существительное, выраженное третьим лицом, единственным числом. То есть, существительное, которое может заменить он, она или оно. Например, my brother plays tennis every weekend. Мой брат играет в теннис каждый выходной. У глагола вырос хвост. Почему? Потому что мой брат – это третье лицо, единственное число он. А they often watch TV. Здесь нормальный глагол. Без хвостика. Не нужен ему здесь хвостик, потому что здесь стоит they подлежащее. Все это помнят. Дальше. Отрицание. В отрицании у нас subject, do, does, not и глагол. Ну, как с кем дружат do и с кем дружат does, мы с вами разобрались. Does с he, she, с третьим лицом, единственным числом. Со всеми остальными – do. Мы смотрим. Пример. My brother does not play tennis every weekend. My brother – опять. Это он, третье лицо. Единственное число. Поэтому у нас используется does. Так как does уже, видите, хвостатый. Он уже есть в предложении. Всё. Глагол без хвоста. Does забрал у него хвостик. Play остался без хвостом. Дальше. They do not often watch TV. Здесь у нас do, потому что they. They у нас дружат do. Их хвоста здесь никогда и не было. Следующее – это вопрос. В вопросе у нас do и does стоят на первом месте. На первом месте. Потом подлежащее. Потом глагол без хвоста и опять. Итак, does my brother play tennis every weekend? Опять my brother – это он, третье лицо. Единственное число. Поэтому does на первом месте. Does. Потом кто. А потом глагол play. Does my brother play tennis every weekend? Yes, he does. Коротенький ответ. Либо no, he does not. Если нет. Следующий вопрос. Do they often watch TV? Yes, they do. Либо no, they do not. Или they don't. Помните сокращение? Сокращение. Когда у нас мы можем сократить do not равняется, записываем все, записываем все, равняется don't. Does у нас сокращается, does not. Это равняется doesn't. Все это помнят? Итак, теперь самое главное. Записываем, когда у нас используется время present simple. Ну, надеюсь, вы все это помните. Present simple мы используем, когда действие регулярное. Оно происходит постоянно, каждый день. То, что мы делаем постоянно, регулярно. И слова сигналы, они должны вам сигнализировать, что это время present simple. Вот они у нас. Selden – редко. Usually – обычно. Often – часто. Always – всегда. Never – никогда. Every day, every month, every year. Вот слова сигналы. Если вы их видите, вы знаете, что это время present simple. Разобрались? Тогда поехали дальше. Следующее наше царство – это present continuous. Все его помнят. Вот он наш present continuous. Вот он. И что происходит в этом царстве? В этом царстве главные M из A. Вот они, вспомогательные глаголы. Но это не все. Отличительной чертой present continuous, чем он очень гордится, является длиннющий хвост ING. Который всегда, всегда у present continuous, он без него жить не может. Это его гордость. Итак, вспоминаем схемку времени present continuous. Сначала давайте, конечно, вспомним то, что мы уже с вами давно знаем, когда у нас M из A. Ну и, разумеется, мы с вами учили песенку, все ее помнят. I am, he is, she is, it is, we are, you are, the are. И смотрим на схему утвердительного предложения. На первом месте у нас стоит сабжект подлежащий. Дальше идет M, либо is, либо A, в зависимости от подлежащего. И потом глагол со своим красивейшим хвостом IN. Например, he is reading now. Он читает сейчас. С he у нас IS, потом глаголы прибавляем IN, получаем время present continuous. Следующее. My friends are running at the moment. Мои друзья бегают сейчас. Мои друзья – это они. Множенное число. С множенным числом у нас A, поэтому ставим A. running – мы прибавляем хвостик ING. Помним, что когда у нас ударный слог, гласное стоит между двумя согласными, последнее согласное удваивается. Далее, отрицание. На первом месте сабжект подлежащие, потом либо M, либо is, либо A. Разумеется, not, так как это отрицание. И глагол со своим красивейшим длинным хвостом IN. He is not reading now. Он не читает сейчас. My friends are not running at the moment. Мои друзья не бегают сейчас. И последняя часть – это вопрос. В вопросе на первом месте стоит либо M, либо is, либо A, потом подлежащие, потом глагол с инглом окончаниями. Is he reading now? Yes, he is. Либо no, he is not. Are my friends running at the moment? Yes, they are. No, they aren't. В коротеньком ответе может быть только местоимение. То есть, если у нас в вопросе стоит существительное friend, то мы должны в коротеньком ответе заменить существительное на соответствующее местоимение. В данном случае – day. Теперь самое главное. Когда наш present continuous используется? Когда? А, все просто. Он используется, когда действие происходит прямо сейчас. Прямо сейчас. Вот я сейчас разговариваю с вами. Вы сейчас слушаете меня. Поэтому мы будем использовать время present continuous. Потому что действие происходит сейчас. А кто-то сейчас пьет чай, а может быть даже ест мороженое. И если это происходит прямо сейчас, то у нас будет время present continuous. Слова-сигналы времени present continuous – это now, at the moment. То есть то, что происходит прямо сейчас. Видим эти слова. Все. Это точно время present continuous. Надеюсь, вы вспомнили наше правило. Что еще нужно добавить? Мы с вами сказали, что на первом месте у нас всегда остается вспомогательный глагол. И во времени present simple, и во времени present continuous. Но если у нас есть вопросительное слово, мы должны вопросительное слово поставить в самое начало. А если нет вопросительного слова, тогда остается вспомогательный глагол в самом начале. Ну, например, мы можем спросить. Ты живешь в Саратове? Do you live in Sartor? А можем спросить, где ты живешь? И тогда нам нужно вопросительное слово, поставить перед вспомогательным глаголом. Where do you live? Where do you live? Также и present continuous. Например, are you reading now? Или, например, что ты читаешь? What are you reading now? Записали? Итак, теперь давайте попробуем сделать упражнение вместе. Для этого нам нужен наш students' book. Open your students' book. Add page. Page 89. Страничка 89. Упражнение 6b. 6b. У нас даны предложения. Нужно раскрыть скобки и поставить глагол во времени present simple или present continuous. Давайте посмотрим на первый вопрос. Кстати, здесь у нас вопрос. Мы сразу у нас поступает сигнал. Если вопрос, то на первом месте должен стоять какой-то вспомогательный глагол. Итак, смотрим. It rain often in winter. Мы видим слово often. Often это часто. Сигнал, сигнал. Что за сигнал? Что у нас? Время должно быть. Present simple. Время present simple. Итак, если present simple, то вспоминаем нашего present simple. Где он у нас? Вот он у нас. И у нас вспомогательный глагол во времени present simple, либо do, либо does. Так как у нас здесь стоит it, то мы, конечно же, используем does. Does it rain often in winter? Often у нас должен стоять перед с основным глаголом. Does it often rain in winter? Does it often rain in winter? Дальше, следующее. Смотрим. Where you live. Ну, живем мы постоянно. Это наше постоянное действие. Не прямо сейчас мы живем, а потом в другом месте. Нет, мы все время где-то живем в одном месте. Поэтому у нас будет время present simple. Здесь у нас на первом месте стоит вопросительное слово where. Дальше у нас будет вспомогательный глагол. Так как у нас you, то вспомогательный глагол должен быть do. Where do you live? Следующий третий попробуйте сделать сами. Подумайте. Now с сигналом какого времени является? Итак, проверяем. На первом месте what, вопросительное слово. Дальше вспомогательный глагол, конечно же, времени present continuous. Так как now это present continuous. What are you doing now? У do, конечно же, просто отвеликолепнейший в хвост. In present continuous. What are you doing now? Следующее. She to school on food today. Today, today, только сегодня. Только сегодня она идет пешком в школу. Обычно она, скорее всего, ездит на автобусе или, может быть, на машине. Поэтому мы здесь выбираем время present continuous. She is going to school on food today. И последнее. Он не плавает хорошо. К сожалению, так получилось. Он вообще не плавает. Не прямо сейчас, а вообще он не может хорошо плавать. Поэтому мы выбираем время present simple. He does not swim well. Понятно, да? Итак, давайте разберем еще одно упражнение. Опять нам нужно поставить глаголы в скобочках во времени present simple или present continuous. Смотрим первое. Daniel once a month. Once a month – это один раз в месяц. Поэтому мы должны написать Daniel goes camping once a month. Конечно же, это время present simple. Следующее. Смотрим и думаем, что мы напишем здесь. Once a week – один раз в неделю. Это регулярное действие. Поэтому у нас будет время present simple. Present simple. Once a week – we have dinner at a restaurant. Далее. Luke and Jane. И мы смотрим. Every day. Every day нам сигнализирует, что это present simple. Luke and Jane. Их много. Поэтому выбираем вспомогательный глагол do. Luke and Jane don't ride their bikes to school every day. Следующее. Мы смотрим. What's the matter? В чём дело? То есть прямо сейчас что-то происходит. Why? Почему ты плачешь сейчас? В чём дело? Время present continuous. Why are you crying now? И последнее. Now. Опять мы видим now. Поэтому I am waiting for Nina right now. Пожалуйста, следующую часть вам нужно доделать самим, сфотографировать и прислать мне. В этих предложениях вам нужно выбрать время в present simple, present continuous, переписать эти предложения в правильном времени к себе в тетрадь. Итак, с этим мы с вами закончили. Это вы сможете сделать после просмотра урока. А теперь давайте откроем наш учебник. We need a student's book page 90. Страница 90. И здесь у нас темка называется It's fun. It's fun. Это здорово. И давайте посмотрим на картиночки. Что у нас здесь изображено? Прочитаем слова. Первая картиночка. Это go skiing. Что такое go skiing? Правильно. Кататься на лыжах. Далее. Watch TV. Watch TV. Watch TV – это смотреть телевизор. Read a book. Все знают. Это читать книгу. Make a snowman. Лепить небовика. Have a picnic. Будь на пикнике. И go camping. Это ходить в поход с палатками. То есть разбивать лагерь где-то в лесу, например. Давайте подумаем. Если жарко. It is hot. На улице. То что мы обычно делаем? We usually go camping. Or have a picnic when it's hot. When it's warm. Когда тепло. Что делаем? Ну, наверное, лучше сходить на пикник. When it's warm. We usually have a picnic. When it's cold. When it's cold. We usually go skiing. And when it rains, we usually watch TV or read books. Сегодня у нас пришло письмо. Нам нужно прочитать письмо. Это открытка. Открытка. И Сандра пишет о своем отпуске. Как она проводит время, когда отдыхает. Давайте прочитаем письмо и посмотрим, что она делает в своем отпуске. Я читаю все с летим. Вот письмо. У вас в учебнике это упражнение 5 и внизу открыточка. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. И здесь у нас написан адрес. И так, давайте посмотрим, что же у нас делает Сандра. Where is Sandra? Where is Sandra? Yes. Sandra is on holidays. Sandra is on holidays. And she is in the hotel. She is in the hotel. Ну, не совсем в отеле, да? Она сейчас и загорает, и купаются они, но остановились они в отеле. И так, what is she doing? What is she doing? Что она делает? What is she doing? And where? I am sunbasing. Sandra is sunbasing. Sandra загорает. Where is Sandra staying? Где она остановилась, Сандра? Where is Sandra staying? Где она проживает? She is staying at the hotel. What's the weather like? What's the weather like? Какая погода? What's the weather like? И какая погода у нас? The weather is great. Погода великолепная. Итак, давайте посмотрим на структуру письма. Сначала Сандра обращается к тем, кому она пишет письмо. А она пишет письмо бабушке и дедушке. Когда мы начинаем писать письмо, мы обязательно должны обратиться к человеку, которому мы пишем. И для этого мы используем слово dear. И дальше мы можем поставить человека, которому мы пишем. Например, dear grandma and grandpa. Вы можете написать письмо маме, папе, другу, например. И тогда мы здесь поставим имя, например, dear Полина. Дальше мы ставим запятую. И далее мы продолжаем с новой строчки. С красной строки. Она приветствует нас из Греции. То есть, когда вы будете, ваше домашнее задание, будет написать тоже письмо, представив, что вы в отпуске. Итак, значит, вы напишите, приветствую вас, да, greetings from, и пишите страну, где вы будете отдыхать. Дальше. We are having a great time here. Она сообщает о том, что они великолепно проводят время. Посмотрите. We are having. Естественно, это будет время present continuous. Она сейчас там находится. И прямо сейчас оттуда пишет. The hotel is fantastic and the weather is great. Сообщает нам об отеле и о погоде. Вам тоже нужно будет написать об отеле и о погоде. Далее, с красной строки она пишет о том, чем занимаются члены её семьи. Они это всё делают прямо сейчас. Всё ваше письмо будет во времени present continuous. Сейчас они это делают. Поэтому, а мы смотрим. Dad's windsurfing with the local club at the moment. Папа занимается windsurfing. Ну, с местным клубом сейчас. Tony is playing golf with Steve. Tony играет в гольф со Стивом. They enjoy it a lot. Им очень это нравится. I am on the beach now. Я сейчас на пляже. Mom is swimming and I am sunbathing. Мама плавает, а я загораю. It's fun. Это здорово. See you soon. Когда мы написали это здорово, мы закончили наш абзац. И далее, с красной строки мы обязательно пишем завершающую фразу. See you soon. Увидимся. И потом опять с красной строки мы пишем Сандра. Свою подпись. Но здесь, конечно, у вас будет не Сандра, а будет ваше имя. Итак, заканчиваем на сегодня и обсуждаем наше домашнее задание. Значит, вам нужно написать вот такое письмо. Представить, что вы в отпуске и что вы там делаете. Что ваша мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, что они делают. Все вы напишите во времени Present Continence. Ну, конечно, вы начнете с приветствия, потом напишите, что у вас там происходит, где вы остановились и где вы находитесь. Потом, что делают ваши родственники и вы, завершающая фраза и вашу подпись. Это нужно написать, сфотографировать и прислать мне. Итак, далее. Что у нас еще домашнее задание? Это рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь. Сейчас я вам скажу. В рабочей тетради это страница 54. 54 упражнения. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 и 5. 1, 2, 3, 4 и 5. В первом упражнении у нас здесь онлайн-шоп. И, в общем-то, вам здесь нужно выбрать, да, для N и для Tom, какая одежда подойдет. И во втором нужно заполнить вот эти диаграммы. Клоудес и аксессориз. Что относится к одежде, что относится к аксессуарам. В третьем нам нужно посмотреть на картиночки и сказать, что они носят. Что они носят сейчас на картиночках. Тогда это у нас будет время present continuous, да, потому что прямо сейчас они носят. И потом ответить на вопрос про себя. Что вы сейчас носите и что вы обычно носите. Обычно это будет время present simple. Далее упражнение 4. Нужно поставить слова в правильном порядке, чтобы сделать вопросы. И затем ответить на эти вопросы. Ну и в пятом упражнении здесь нам нужно использовать подсказки, чтобы сделать вопрос и потом ответить на него. На этом все. Увидимся на следующем уроке. Goodbye.